Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев и секретарь Генерального совета Единой России Андрей Турчак обсудили механизмы поддержки развития промышленности, в числе которых партийный проект «Локомотивы роста». Напомним, в Екатеринбурге прошли два крупных мероприятия Единой России – Межрегиональный координационный совет партии, а также форум «Локомотивы роста индустрии будущего», целью которого стало выявление и дальнейшая поддержка перспективных проектов развития промышленности Среднего Урала. Глава региона подчеркнул, что Свердловская область – индустриальный регион и важно, что форум прошел у нас. Промышленники Среднего Урала с интересом откликнулись на приглашение к участию в мероприятии. Андрей Турчак назвал «Локомотивы роста» одним из магистральных проектов партии. «Мы не выбирали территорию для первого форума, однозначно это Урал, однозначно, поскольку это хребет нашей промышленности, хребет экономики России. Знаю, что правительство области уделяет огромное внимание поддержке промышленности, созданный фонд поддержки промышленности региональной и та инициатива по сохранению работы федерального фонда, она естественно востребована всеми регионами». Кроме того, обсуждалась новая версия специального инвестиционного контракта, законопроекта которой находится на нулевом чтении. Андрей Турчак заверил, что фракция «Единая Россия» сделает все, чтобы в весеннюю сессию закон был принят. Это, по мнению членов партии и ее руководства, даст новый толчок к развитию промышленных площадок на территории Свердловской области. По словам Андрея Турчака, форум «Локомотивы роста» в Екатеринбурге – это инструмент выстраивания конструктивных взаимоотношений между «Единой Россией» и промышленниками. Отметим, в течение дня участники девяти сессий форума демонстрировали свои наработки и предложения по развитию производств. Из них во время дискуссии выбраны наиболее перспективные проекты, в число которых вошли развитие трамвайного производства в Уральском федеральном округе, дефибриллятор массового спроса, отечественный двигатель на сжиженном природном газе и другие. Эти предложения будут проанализированы и переведены представителями партии в формат законодательных инициатив и предложений. В контексте названия партийной программы «Единороссов» очень хочется надеяться на то, что Артемовский городской округ станет достойным вагоном в составе Свердловской области. И это зависит в первую очередь от его нынешнего «проводника» и тех, кто призван обеспечивать жизнеспособность всех систем муниципалитета. Оперативно справляться с возникающими трудностями, умело планировать дальнейшее развитие территории и с вниманием и уважением относиться к мнению и пожеланиям своих постоянных пассажиров артемовцев.